мир мир приветствую вас мои дорогие друзья сейчас приостановилась на аварийку и даже не знаю стоит ли эту тему поднимать но скорее всего обсудим ситуацию это видео будет выпущено отдельно от того видео которому я посвятила эту поездку но знаете вот как говорят всегда ложка дегтя может испортить самый лучший настрой и самые позитивные ощущения я еду с одного мероприятия просто осень это на улице мероприятие такое скажем так и в конце я решила купить булочку со сливами и чашечку кофе латте латте вы знаете да я очень любила латте в румынии пить почему потому что оно не такое крепкое там достаточное количество молока пенка должна быть оно такое трехслойное и я латте покупала в румынии и в автоматах и в кафе и один раз только был случай что мне продали капучино под латте и я пришла сказала что вы мне дали капучино а не латте продавец так плечами пожала поменяла мне почему потому что капучино более крепкий напиток чем латте а я стараюсь получить какое-то удовольствие с минимальным скачком давление и вот сейчас просто прекрасное настроение бесподобное я любовалась растениями небом жизнью я у себя дома на родине я вспоминала сколько я раз покупала растения как мы сажали как это все выросло и в итоге я захотела купить пирожок и кофе ну ладно это было в автомате ну как бы девушка продавала была кофе-машины вы знаете то что мне подали ладно сверху плавала вот наверное вот вы говорите есть какая-то пальмовое масло или какие-то жиры типа маргарина которые не растают там не только не было и там не только не было там молока пенки там сверху плавала как свернувшийся жир какой-то канцероген я хочу сказать что достаточно стеснительный человек но у меня стал вопрос что мне делать если бы у меня чуть-чуть было больше эго я бы конечно бы обсудила эту тему более резкой форме я подумала может быть и отойду я размешаю палочка она как-то там растворится типа сгущенки и отошла на пенечек вы знаете сверху плавала просто жуткая масса которая представила попадет мне в желудок потом она попадет в сосуды я все-таки набралась смелости подошла к ней я говорю извините мне пожалуйста сделайте мне кофе с молоком просто просто кофе с молоком но было в списке там а это я не возьму потому что она это я просто я такого не видала это такое ощущение что мой муж мыл двигатель знаете и вот это вот сверху вот это вот моторное масло вот так вот плавала девушка конечно извинилась говорит нет нет я вам бесплатно поменяю я говорю мне не надо бесплатно менять пожалуйста извините но я по здоровью не могу такое пить но это действительно очень опасно я же не со ста граммами пью это кофе она мне перекосит молоком нет есть кофе капучино не только профи ладно пусть будет как кофе капучино она нам она мне наливает точно такой же суррогат сверху плавает этот концерт этот канцероген который просто купителен для организма вы знаете такое мероприятие такой праздник хозяин ну просто мужчина я его не могла вам показать он настолько харизматична у нас только на тараса бульбу чем-то похож с усами такой вообще человек который живет природой человек живет растениями я очень рада что он сделал этот праздник но уже поняли вы видео это смотрели и вот на самом выходе вот этот вот дёготь понимаете это мелочь но я это кофе второе кофе я просто пошла вылила туда под забор впереди меня там были женщины которые услышали этот разговор они заказали просто американа без вот этой вот субстанции сухое молоко или что это такое смалец какой-то я не знаю это все вот с одной стороны все что не делается к лучшему потому что нет не нужно не нужно пить то что не нужно скажем так но у меня очень мне очень неловко что я наверное пришла сказать что это не то пальто ничего я не могу с собой сделать со своей стеснительностью хотя как права потребителя и это же все таки здоровье я правильно сделала я правильно сделала и правильно я сделала что я вылила эту вторую чашку просто на траву вы знаете мы уже пришли к такому времени конечно может быть сейчас не до кофе кому-то нечего кушать это абсурд но вы знаете делать из нас каких-то людей которые могут пить любое бойло так тоже нельзя так тоже нельзя я уходя увидела что девушка глянула вот на когда я уходила она увидела мою реакцию разочарованную она поняла что все тоже в профиль что то что ей дали с тем она и работает хотя в начале она сказала там наверное закончилось молоко но во второй чашке была та же самая субстанция вот как свернувшийся кефир с жиром вот сверху плавали вот эти вот хлопья которые просто вот даже даже я не кофеман но если бы вы визуально это все увидели вы были бы в шоке напишите пожалуйста ну я знаю что вы скажете я правильно все сделала но нужно ли было оговорить подойти к хозяину и сказать что вы вообще снимите с продажи вот все что с молоком так называемым делайте просто кофе с пакетика вот такой вот маленький осадочек после такого прекрасного мероприятия у меня остался вот такая вот история вот такая вот история